Рядом, но по разные стороны баррикад. На переднем плане потерпевший представитель банка БТА Казань. Ныне Тимербанк. У стены обвиняемый. Статья мошенничества. История тянется с 2014 года. У парня на счетах его знакомых лежали 2 миллиона. Когда он захотел их забрать, а сделать это можно было по доверенности, оказалось, деньги уже сняли. Это версия подсудимого. Далее служебные проверки, иски к банку. По двум из них суд обязал вернуть деньги вкладчику. И все бы ничего, но сотрудницы банка заявили, деньги снимал не кто-то, а он сам, собственной персоной. В этом деле на пользу обвиняемого играют сразу два момента. Во-первых, в казанском суде были утеряны оригиналы расходных ордеров. Остались только копии. Во-вторых, в самом отделении банка записи с камер видеонаблюдения были затерты. В том числе и за тот день, когда неизвестное лицо снимало деньги. Уголовное дело получило ход. Следствие считает, мошенническая схема позволила обвиняемому обналичить свои счета дважды. Сегодня были допрошены свидетели. Сам подсудимый держит оборону. Вину не признает. Откровенничать с журналистами не расположен. Вы считаете, кто деньги снял вместо вас? Вообще с нами говорить не хотите? Слушание продолжится 17 марта. Все стороны настояли на участие в процессе дополнительных свидетелей. Наталья Лошникова, Фахри Исламов, Новости НТР.